Да, снова здравствуйте, с вами по-прежнему Ярмыш и Одесский, ну и по поводу интервью, да, продолжим, то что последний вопрос был от Кейлариса по поводу халата, собственно, всегда ли он играет или что это счастливый халат, ну и что-то там вроде да, так и есть, сказал Саша у нас и подтвердил, что это достаточно интересный вопрос был от Кейлариса. А еще говорили, там Тоби спрашивал про их заезд сразу же после прока зоны, то что они прям ждали вот прока зоны и поехали в определенную точку, ну и да, там Саша сказал, что они ожидали именно такой зоны, поэтому достаточно быстро уехали еще до того, как круг сошелся. И по поводу халата он еще добавил то, что если бы можно было на ланах, он бы его так же одевал бы, ну, в Берлине когда были, и еще был такой момент, что он озвучил такую вещь, что он считает, по его мнению, что это лобби легче для них. Вчера было сложно играть из-за команд еще к тому же, он добавляет, да, ко всему сказанному после первого интервью, во втором интервью он добавляет, что к тому же еще сложно было играть вчера, так что другие команды, более быстрые у них тайминги, хотя я бы не сказал, что сегодня медленные тайминги, соглашись с Михаилом. Вообще я бы не сказал тогда. Да, сегодня наоборот, какие-то тайминги сумасшедшие от многих команд, при том, что в четвертом, в пятом кругу все равно тайминги быстрые по перемещениям. Как у нас родлайны ворвались, как у нас уехали Хайку, приехали Нолти и так далее, ну, было интересно наблюдать на самом деле. Ну и табличка на ваших экранах по финальному противостоянию на данный момент. У нас уже прошло два сегодняшних Мирамара, впереди последний, заключительный Мирамар третьего игрового, группового этапа. Ну и что у нас, что мы видим? Мы видим FaceClan 76 поинтов, да, потихонечку они набирают. Дальше у нас идут Tempus и 72 поинта, Northern Lights 68 поинтов. Приятно видеть, что парни постепенно поднимаются. 8 взлетели, да. Да, дальше идут Natus Vincere в 65 поинтов, кстати, тоже хорошо, Team Red Zone 58, ну и редлайны, благодаря своим действиям, топ-12 занимают сейчас. Waste Potential, посмотри, как поднимаются очень сильно наверх, они были значительно ниже, да, посчитай. Да. Сколько их там, 14-15 поинтов, там пролетело просто сверху ко всему этому. Слушай, ну вот Natus Vincere и Northern Lights сейчас и будут подниматься, по идее. То есть сколько бы они поинтов не зарабатывали, потому что у нас вот есть коллективы, которые уже не играют, вон. Поэтому он должен, по идее, вверх потихоньку-потихоньку ползти. Фейзы и Tempus и только перед ними, да, абсолютно верно. Так, полетел самолет, Рафлан Дельтаплан, все-таки решил на последнем Мирамаре порадовать нас Крылатик. Ну и сейчас мы с вами как раз-таки будем рассматривать, да, этот момент, вот на ваших экранах сюрприз, как говорится. Ну и адепты вышли моментально, также сразу же вышли Wildcats, но Wildcats неудивительно. Вот адепты более, как бы, неожиданно, так как могли бы и выйти и те же Фейзы при том, что самолет летит через Монтенуэво. Ну не факт, да, не стопроцентная тва, что Фейзы бы не вышли рано, как мы видели до этого уже. Так, у нас все загрузились, во-первых. Да. Это хорошо. Да, да. Все дозагрузились, большинство команд до своих спотов долетает сразу же. Ой, у нас на Ви куда-то там полетели? В Алькантару, что ли? Ну да, да, восточную, западная дорога, тачки, Алькантара, вот трейлер-парк. Южнее трейлер-парка, они часто лутают при таких самолетах кемпы, они не уезжают для Кабреру чаще всего. Ну тут понятно, что, скорее всего, будет Южный Круг, чуть позже мы с вами это увидим. Ну и вот позиции всех команд. Вейст потенциал не... Южный Круг, держу в курсе. Слушай, Круг крутой, на самом деле мне вот эта зона нравится очень здесь. Мне тоже. А сколько процентов он забрал в траектории полета самолета? Ну там 15, должен забирать 100%, и поэтому нормально. Щипнул, так как сказать, да? Ну да, хорошо, что не ушел вот туда, налево совсем, за горы, за эти. Ну это было бы здорово, наоборот только, по значению, но зато приятно нашим коллективам. Во-первых, пингвины практически в центре зоны, также Хайку недалеко находятся. Да, есть Фейзи, но Фейзи мы не помним, чтобы они супер на ранних таймингах выезжали со своих позиций. Хотя, может что-то измениться сегодня именно по отношению к Монтенео, как лутают, как они сейчас. НЛТ, в принципе, в белом кругу, и у них место для ротации очень огромное. Понимают они, что при таком самолете район Сан-Мартин, вероятнее всего, пустой. Осиенда пустая, да? Разве что только приехать кто-то мог. Ну да, могли туда доехать. Ну, это единичные случаи. Все остальные команды выходили рано, они же видели, да, при вылете, они, грубо говоря, в середине выходили самолета, и они видели, какое количество уже вышло из самолета, что много достаточно. Показывает нам Мисс Фитц, Данила, Зерон. Лутают молодые люди Чума-Сэру. Ну и южнее них только лишь Фотлесли с тиммейтами. Это у нас Бетра Лак Некст Тайм, восточнее от Бетра Лак Некст Тайм у нас Редлайн. Темпусы забирают фактически в соло Лос Леонес. Кстати, ты вот уже обратил внимание на первой карте, да? Кстати, нам показывают импалу с ребятами из Wildcats. И ты обращал внимание, что НЦ вот стали лутать ближе к Лос Леонес. Ниже, ниже, да, стали лутать. Да, 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 ниже своих позиций вот этих вот. И вот ближе к Лос Леонес. Все чаще, чаще. Я думаю, что обусловлено машинами исключительно. Исключительно транспортными средствами. Хорошо, принимается. Я думаю, что да. То, что с минус генералис, кто там падает и так далее, пытались у них машины дернуть и решили, что вот лучше есть споты здесь стопроцентные. Мы там заберем и в поле одна, и на перекрестке одна, и две тачки уже 100% есть, поэтому будем нормально играть. Потому что часто мы от НЦов видели, что они там перекатывались, ну, очень странно оттуда, мягко говоря. Приходилось бежать далеко под минус генералис, там спот не стопроцентный. В другом компаунде стопроцентный, но в него идти пешком совсем не хочется, потому что с минуса тебя просто контролируют нереально. И там достаточно часто у нас Рустанмар даже, по-моему, терял автомобиль просто, ну, на постом месте. Было дело. Было дело, к сожалению, подтверждаю. Тут у нас проезжает Перфектикс на багги. Но пока что колесико есть, Хеллскрим по нему наваливает. Есть немного урона, но этого недостаточно. Колесико сохранить хорошо. Стопнулся за камнем, можно жить, пытаться отвечать. Ну и смоков должно бы хватить. Смоков тиммейт, да, сейчас буду давать угла на прикрытие своего. Да, колесико, кстати, отвалилось в последний-последний практически момент. Да там уже и мотор отвалился, немножко вскипел, мы едем в багги. Я имею в виду, что он именно удержал багги для того, чтобы добраться хоть до какого-то более-менее внушительного укрытия, да, ну, условно. Ну и Перфектик, смотри, он просто спускается. Такого даже не контролирует Хеллскрим. Дезнориентировать, да, там уже тиммейты. Пошла обратная агрессия, Хеллскрим уже пролетела от Спайра. Спайра, или кто там наверху, в общем, от кого-то из его тиммейтов. Кембо тут будет забирать дропчик. Ну и к Нави уже потихонечку перемещаются в Хеллскрим, там Рейзи Рейдж заехали на север, северо-восток. Приезжает гость и хорошо. Нет. Так, сейчас ладно, закончится здесь файт, баттунин там настреливает по Хеллскриму, а кто-то совсем мало здоровья, пытаются убежать в Хеллскриме, если гранаты. Эх, не, спайра. Прикрыл, да. А почему Нуклер Пингус не пошли в кратер Филдс? Зачем с правой стороны лутать? Очень много странных вещей произошло на начальных ротациях у разных команд. Тут еще и со сковородочки или что-то там, в общем, прилетела милишка в голову Хеллскриму. Тиммейтов рядом так и не оказалось, при том, что вообще они не среагировали. Ну и у Скуби уже здесь соседи под никнеймом Шиф. Взор подтягивается с Богортом к тиммейту. Ну и Шиф, скорее всего, слышит, что здесь, да, то, что здесь работает. Просто в любом случае туда едут, вот, да, как раз. Когда металли такой крупный, крупный карли, не заезжая наверх, да, то есть не собирая какую-то информацию, а просто по компаудам, которые, ну, мягко говоря, не самые крутые. Мне кажется, то, что лутать, во-первых, ангар гораздо быстрее, потому что ты убежишь и подбираешь. И, во-вторых, тут Сеня находит Ксирона, сразу же есть возможность подрать. Приехал Ксирон. Ну, как раз Сенатус Винцера всей пачкой контролирует перекатку от Мисс Фитс. Мисс Фитс решили заехать именно глубоко на север. И обратите внимание, где сейчас проезжают у нас Мисс Фитс. Нави лутали вообще именно наверху Алькантару. Спустились чуть ниже, сейчас они собрались более плотно и, соответственно, могут встречать гостей. Фейзы слышали всю эту информацию, эту всю стрельбу, поэтому перемещаются пока что восточнее. С бедствующим там Фейскланд чуть-чуть подстреляли. Здесь у нас пока ротация адептов. От слова rotation в смысле вертится, да, скорее всего, переводится у Санзи. Машина. Ну и фуру тут поймали все-таки в поле. Нужно аккуратно, фуру нокнули. Остается Санзи. Очень некомфортно. О, прям на последней пульке прилетает именно в хэдшот. Вот, надо как-то уходить от всего этого. Мирада хоть и быстрая тачка, самая быстрая по сути тачка на Дико Западе, да? Да, минус фура, а я все-таки такой забирает. В кейп уши сейчас, если остановится, то могут быть и проблемы. Да, тут просто хороший зажим, посмотри. Ой, не хватило еще буквально одной пайки. Если бы залетела еще хотя бы куда-нибудь, фастфейс должен был бы вываливаться, потому что там хэдшот сразу сработал. Ну, Эдзи просто сваливается на багги вниз, будет уходить, возвращаются они в бетонке. Но позиции здесь, откровенно говоря, не самые лучшие. На западе Крейтор Филдса вы в низине. Если сверху кто-то засиживает, то вы теряете и транспорт, и теряете нормальную возможность. Я вот думаю, что если сейчас наверх идет, то как все эти команды здесь дико пострадают. Там с горок, кстати, их съезжать, с Крейтор Филдс переезжать. Все очень грустно будет. Но я бы посмотрел на самом деле на ротации, потому что там для Натус Винсера и Тим Пивца он неплохо получится. Даже и Нурфен Лайтс могут попробовать проехать нормально. Обратите внимание, как восточный кратер от Крейтор Филдс оккупировали сейчас СНГ команды. Там Нурфен Лайтс, там и Хайку, там и Пингвины. Ну, Пингвины там вроде бы будут принимать попытку уходить со своих позиций. Еще не хватает, да, Натус Винсера и Батерлак Некстайм. Но Батерлак Некстайм готовится переезжать мимо Натус Винсера. У Артикс, как минимум, тут точно будет ехать мимо позиций Нави. Там Фейзы, кстати, заехали слева. Да, мы это видели, как загнали Эдзи и Фосфейза. Но там еще левее есть тиммейт, это Густав с Ваней. И они контролируют Кембу, его перемещение по Кембу. Так, что нам показывают? Да, вот как раз-таки тот самый момент. На западной дороге, обратите внимание, как раз-таки едут Батерлак Некстайм. Ну, стопнулись они молодцы раньше времени. Не доехали они до позиции Натус Винсера, поэтому они могут жить и не попасть под ненужный обстрел. Вот он, прок-зоны. Ну да, и для nuclear ping с кратер Fields выглядели хорошо и сейчас, и продолжают выглядеть отлично и в этой зоне также. Мне очень не нравится... Тоже замечательно. Мне не нравится очень позиция НЛТ. Вообще не нравится. Внизу этого кратера это смерть, просто смерть. Ну, они как-то не внизу. Скорее бы они уже выехали. Ну, они уже выехали. Все, они уже выехали наверх. Да, они с Хайку должны, по идее, встретить. Там темпы с эфигентами будут заняты. Видим, есть уже на основном экране. Потому что темпы с эфигентами на ротации встречают друг друга. Выходит, начинается перестрелка. Есть там ноки, выкидут ли уже падает. Есть возможность добрать. Кует-па это, собственно, и делает. Да, отличный поинт и перфектикс доехал все-таки до своих позиций. И уже развернул свое внимание на соперников внизу. И начинает настреливать в сторону клиба. Клибу достается. Притом, что это от Маркелова. Это еще и со стороны эти геты пытаются воевать. Пикселек. Ну, 2 в 4 получается. Сейчас здесь будет война, как минимум. 2 в 3. Хорош выход! Ну, Маркелов слишком ошибся. Но при этом падает клип. Маркелов успел все-таки. Но хуй сегмейта. А, пикселика. Пиксель! Анур хорошо здорово. Клип умирает. Пиксель лежит. Нужно как-то помогать. Тиммейтов рядом нет. 2 в 3 они здесь разыгрывали. Анур все, забирает пикселика. И у нас там все очень здорово. Густав. Густав неподалеку от игроков команды Natus Winster. Еще и оба заходят. Сейчас можно развернуть стволы. И будет опасно. Только подъезжают Бестол. Очкин бы достаточно далеко. Бестол здесь очень нужен своим тиммейтам. Приезжает также по спейт. Хорошая реакция на Густава. Нужно уйти. Сеня тут забирает Густава. И можно здесь разыгрывать. Здесь информация перестреливается. Локальный движ идет. Происходит. Заряжает хаешечку у нас. Сеня. Хорошо. Отогнал взрыв. Там ТАП-ТАП на контроле. Еще одна хаешка по убегающему Бестол. Почему? Посмотри, где лежит Эйд. Пытается не дать ему поработать по тиммейтам. Ну и фастфейс в стороне. У под Бестол. Ну вот этот фастфейс сейчас Кембан может видеть. На самом деле он там в углу находится. Видимо то, что на размен выходят два игрока ТАП и Сеня здесь. В этот файт. Но уже. Что? Восстат потеншал? В спину пришли. Это справа. Справа. Да. Справа стреляют. Там они на возвышенности. Как раз таки на кратере сидят. На основном кратере Крейтер Филд. Вот левая часть там. Кимпаунд есть на плато. Вот они оттуда работают. Ну главное сейчас засекюрить Сеню. Хорошо. Отманки прилетает. Там очень больно. Плюс еще шифт скидывается. Фастфейс просто. У нас просел. Там еще и эти. Да, это была стрельба по эти. А фастфейс смоки закрывают. Очень сложно будет выйти здесь парням. Ну саму копию еще на самом деле здесь у Андрея. Чтобы как-то пострелять по Эйдзе. Но он сейчас. Ооо. Что? Что? Ротации ловит. Кабриолет, да, был там. Или закрытый был. Нет, кабриолет. Он назад сдавал. И там две головы просто оторвало. Андрюху выбило из тачки. Говорит, что никаких ротаций. Ну и теперь можно переезжать. Потому что не контролит уже Андрея и позицию Эйдзе. Разобрался он здесь. Может сказать один в один. И переезжает чуть дальше. Надо как-то попытаться еще от Рейзер Эльдж закрыться. Видимо не понравилось ему вот эта позиция, в которой Эйдзе переехал. Будет сказать что-то другое для себя. А вот с фастфейзом уже проблемы. Слушай, ну Эйнс очень долго-долго крутили через восток на север. Тут, кстати, Томил сейчас будет проезжать мимо игроков команды Эйнс. Ну и если сейчас по нему скинутся. Нет, не скидываются вдвоем. Не рискуют. Вот только сейчас начинают накидывать. Но это очень далекая дистанция. Там с Реддота по нему работает. Томил. Там уже на Критер Эльдж по Критер Пингвинс. Все-таки добрались до Критер Пингвинс. На Суклер Пингвинс. И теперь будут хорошую позицию иметь в крайних компаундах. Но мне не нравится именно внутри Критера. Вот видишь, они как раз таки переезжают. Молодцы. Молодцы. Чувствуют. Чувствуют. Ну я имею ввиду, что позиция Хайку занимает уже занята. Естественно. А Критер Пингвинс здесь хотя бы еще какое-то время поживут, поиграют. Да и в целом потом, если закроется Критер Филдс, могут еще и спину закрыть. Как-то на гору подниматься. Смотри, как они пытаются найти позиции. Туда переехали, туда переехали, туда двойку отправили. Все, да. Приехали все вместе, посидели. Не, тут плохо. Поехали вдвоем куда-то в сторону. Но в принципе, да. Втроем они остались. К сожалению, тиммейта там потеряли. Я так понимаю. Ну вот тут у них не хотят идти, наверное, находиться. Хотят как-то сплясались с ними, чтобы потом попробовать проходить. Но единственное, что круга еще... Соколы там по ним постреляют. Да, соколы сидят, посмотри на камнях и просто ждут, ждут свою добычу. Начинают настреливать по игроку команды. Этиги, а тут шекреты получают немного урона. Вместе с рапчур. Ну и нужно засейвить транспортное средство. Адик, просто у него здесь путешествия... О, начинается лететь, 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 по-другому. Жесть, еще и тиммейты подрезали. Ой, нет, взрывают, Адико. Тимм, братья, у них зашли. Мне кажется, он мог сгореть в этом моменте. Просто так люто подрезали. Вот здесь кудьба. Ты что, не видишь, куда я еду? Тем более ты сзади меня, ты меня... Ай, да, обидная, обидная история. Ну, какой-то по нашел здесь. Все-таки хоть какую-то позицию для Анура. Высаживает он его. Говорит, два счетчика шеф. Ну и нужно попытаться... Нет, тачка вроде должна уехать, потому что он так с нее выпрыгнул. Что там по движению? Нейлоп находит, Эрски. Хорошо, все отлично. Показывает нам как раз-таки позиции у Wasted Potential. Ну, слышал, скорее всего, игрок Wasted Potential о том, что приехали к нему гости. Ну и Томил. Томил все еще кружит голову, дай до упаду. Дипа, тем временем, находит BSD. Ну и есть ли возможность у... Да, есть. Там, в принципе, они на возвышенности. Сползти. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все отлично. Тут еще и тиммейты пытаются контрить. Хорошо они отвечают. Там покусывают. Он прилетает уроном. Как раз показывает от камеры Resur Edge, да? Нейлопа вроде. И посмотри, какие позиции у Wildcats. Очень отвратительные, по факту. Их там одна складка всего лишь поддерживает. Хоть как-то их штаны. Ну да, Энс еще плохо стрелять. Правда, Энс пока занятый nuclear penguins. Ну и в целом дают возможность Wildcats заехать. Энс максимально и выйдет драки. Вот вспоминая Энс первой фазы, они максимально были агрессивны. Особенно к концу фазы. Да, Пел? Я про Пел. Я вспоминаю Аглодичную. Кстати, это уже больше, чем год назад. Томил. Бедный Томил. Его путешествие просто невероятное. Он может писать дневники путешественника по Мирамару после этой карты. Он все еще жив. Посмотри, где он находится. Но он едет в гости к Wildcats. Постепенно ему бы... Ой, какой-то... А, Нур, ты видел, как он вышел. А где урон? Почему жив? Почему не оторвало ничего? Томил, кстати, у нас. Не види, и мы увидим. Он вот выпрыгнул, а то он у нас за зоны погибает. Видимо, не успел. Мобильник. Либо выпрыгнул на движущемся транспорте и потерял хелспоинты заветный. Фаст трейл падает от Эйдзи. Фейс Клантом. Позвольте подвергают в сторону. И вы лучше занимаетесь. Да, подловили. К сожалению, Киево Киево Ставом. Нормально находитесь 2 кило. Ой, здорово. Просто здорово. Redline сейчас кусают локти, что вроде бы выбрали очень интересный проезд на байках через город. Но тут оказались заготовочки, как говорится, от соперников. И Айвас Кюби остаются вдвоем. Последние игроки команды Redline. У них придется сложный выход. Ксеня. Ксеня не получать урон. Ксеня все-таки здесь нащупали. Но Сеня оказался в очень жесткой позиции. Хотя смоки его вроде бы как бы не закрывали. Но Сеня будет взорваться. Вот где Тимэй? Ладно, смотрим дальше. Остается Кембо этап. Бестолочь-то закончился. Поэтому да. Нет у него сплита 2-2, к сожалению. Ну и адепты плюс-плоинт зарабатывают на игроках команды на Ту-Свинсер. Тем временем Кембо с Табом попытаются на край зоны пройти за еще одной. Возможности такая и нет. Он сейвов, но вот дальше играть будет достаточно тяжело. Потому что фейсклан там, видимо, занимает то, что верхнюю часть скалы. И могут контролировать очень много вокруг. Ну ты знаешь, фейсклан уже пока что контролируют, ну эти контролируют ландшафт. Он пытается где-то проконтролировать, найти для себя позицию. И тут есть лазер для молодых людей из троллактных стайм. Ну и София хочет развивать агрессию. Отлично, прилетает флеша. Это, кстати, неплохая информация. Левент у нас вываливается, шикрет он там. При этом Левент сбивает зорфа. Что там происходит? Это краш, это краш идет. Как раз таки в сам крейтер фирм. Рэпчер остается последний в живых. Что? НЛТ без вид забирают? Богарта забирают. Ой, у нас минус пингвины? У нас минус пингвины. Жесть, что происходит. Конечно, фастфейс остался один. Эти там уже вопросы время. Хотя, подожди, там еще пол столба здоровья. Можно попытаться. Но фастфейс завидит QBE. И оставляет его на 29 хитов. Срочно нужно захиляться. Это будет предпоследняя аптека. При этом еще и тертрик комплект. Ну, тут приходят инцы. Несловно, нахлебавшие. Они, кстати, могут найти эти. Вот инцы очень пассивные. Не знаю, я могу это повторять 10 тысяч раз. Они вообще ничего не предпринимают. Они пришли. Засели. Все, мы в зоне. Мы более-менее позиция нам подходит. Дальше мы ничего не делаем. Вот реплей у нас сейчас будет. Что произошло с Томилом? Томил должен был заехать в зону. Он чуть-чуть не успел. Долю секунды. Жесть. Ой, там вообще, да. Один пик. И из-за того, что слишком сильно разогнался с горки, там есть такой момент, что Чироки перестает управляться. Если ты там на шифте долго едешь. Либо разгоняешь. Что происходит? Пытаются в своем. Они запушить фастфейза. Но фастфейза... Да, все-таки запушили. Дип забирает. Не временем в ног отправляет. Амана минус Фейз Клан. Топ-13 для них. Ну и потеряли Софию. Вот опять же, миллионный раз. Ходили с плитом, потеряли тиммейта. И спасти его никак не удалось. И вот уже трое концов пытаются подойти поближе. Была информация о том, что здесь закончилась драка против Фейз Клан. Да, потому что фастфейз сразу умер без ногов. Ну и у нас ребята, которые ворвались в Крейтер Филд. Оказывается, они просто будут сейчас либо... как, охотничьим трофеем, да? Для Энс, для Northern Lights. Посмотри, просто с двух сторон. Вот Кэц и Энс сразу же свой вектор атаки туда направили. Не стали они как-то класт потенциал продвигаться. Хотя совсем скоро это нужно будет делать. Но сейчас можно и зону попробовать закрыть. Какое-то время у них есть. Плюс часть зоны там на горе все-таки останется. Можно будет еще пожить. Попробовать какую-то инфу собрать, как дальше проходить. Ну, видимо, да, то, что пошива уже там в штыки попадает. А вот Na'Vi пытаются тоже найти вход. А Na'Vi пытаются. Wildcats, но Wildcats просто от зоны будут умирать. Что там у Дир находит Левиэта? Да, Левиэта уже будет точно доставаться ребяточкам из Raise Your Rage. Нет, из Майра забирает Левиэта. Красивочки. Ну и что, будут отдаваться в зоне все-таки эти очки на шикретите и репчеры? Или попытаются они как-то повоевать? А вот, если приехать, репчер сам себя отрывает, то они будут просто свои поинты оставлять, ну, сами себе. Поехал, УДИР, УДИРа выбирают, выбивают. Шикретит за зоной, покидают нас Wildcats и шифтам. Тир, просто тир. Но, что бывает, да, и перфекция забирается в Маманке. Последний, последний в живых у нас остается игрок команды Raise Your Rage. Нет, шифт еще есть, но шифт там пошиву есть инфа. Да, минус, мейлоп. Игрок и эндс. Спарфи тебя сбивает. Что происходит? Слегка там норфер-лайки не внулись, да, в позициях. И перфекция здесь спасти уже тоже не получится. Очень уж, хотя у вас там как-то поэрозируешь собрать поинты. Еще и в спину выходит хайку. Оттуда также блоки, остается один игрок на ногах норфер-лайки. Ой, а поднимет? Да, поднимется, нормально. Кто тут со смоками, все плохо. И незаряженная обойма. Короче, все очень плохо у Northern Lights. Макандарк, пока что мэник нокается. И тут перестрелка идет. Локальная война между Team Red Zone и командой хайку. И это очень дает хороший задел по времени для Northern Lights. Отлично. Находит у нас дип габлака. Гнукает габлака. Он сейчас помогает Team Red Zone. Red Zone, отлично. У нас падает тем временем Макандарк. По Аману прилетает хорошая хаешка. Ну и Лолита пытается поднять тиммейта. Заканчивается у нас Shift. Достается он и сам. Все, НС. Начали активные действия. Макандарка нужно поднимать. Полетел Молотов. Нормально все-таки сместились парни. Тут со стороны от Данила прилетает. Ну и нужно как-то разрезать свои братюнь. Лолита пытается поднимать или что? Нет. Лолита просто выжидал все это время. Под смоки поднимает Амана. Нужно еще будет габлака поднять. Ну и в смоки пытается нашивать. У нас дип. Хорошо. Главное здесь не пропустить инцов себе в спину. Видимо то, что Батуллин там лежит, как-то пытается законтролировать этот пушку. Здесь возможность ресурсы подлутать со своего братика Перфектикса, который покинул чуть ранее этот коллектив. Ну и Редзоном разрезались. А при этом не успели хайку разрезаться и габлак достается. Достается еще и Лолита, но Комспайр. А пока что габлак уже поинт для дипа. И Ноден Лайтс. Ну и что? Ноден Лайтс пытается закрывать все. Хорошо. Лолита так же достается. Там живой Аман. Аману не пройти. Либо Аман будет отдаваться зоне, либо отдаваться. Хорошо. Ой, Моми получают урон от Амана. Аман! Как же отлично стреляет Аман. Амана сейчас будут просто убивать сразу толпой. Да, Аман достается. Уже Атомикал. И Аймоми нужно как-то поднимать. Просто нормально. Зона идет. Но времени хватает поднять. А вот выход какой будет? Какой сейчас будет у Аймоми и Амана выход? Полетела по Макандарку здесь Молотов. Залетает. Да! За зоной погибнут и все. И поинты не достанутся. Нурферн Лайтс. В целом Редзон могут это сделать. Макандарк дальше. Может один играть. Время на сенс. Берут фоспотеншел. Там помогает еще и кисик из Баттерлакрос. Станмара он здесь добивает. От диггери Айрки. Нокаица в Маккейн. По-моему, у диггери будет возможность добрать. Да? Добирает и спасились уже тиксу со станики. Понимаю, что должен быть еще один игрок с потеншел. Выходит они на него. Но от Баттерлак прилетает очень больно. И спасает здесь пока игрока с потеншел у нас парни из Баттерлак. Ну и смоки. Посмотри, сколько смоков пытаются жить. Редзон, Аймоми с Атомикалом. Нормально они себя чувствуют. Летет. Аааа. Макандарка пытается выжить. Там же Макандарк лежит. Как раз таки сонно тушит. Макандарк. Лохоповый. Нужно как-то перестреливаться. И пытается Аймоми с Атомикалом как-то еще и хелповать тиммейту. Разрисался. Ой. Расхилялся Макандарк. Не долетают. Чуть-чуть. Молото ли Майсу добирают у нас игроки команды Энс. Ну и они скоро будут уже готовы воевать против этой пачки. Как раз таки Team Red Zone и Northern Lights. Зона уходит. Посмотри. Баттерлак. Текстайм. Отлично. В пожарке засидели. То есть в ангаре. Прошу прощения. В ангаре они уже засидели. До этого были пожарки. Переместились в ангар. Отлично себя чувствуют. Ну и у НЛТ сейчас Northern Lights, по крайней мере, позиции не самые твердые. Потому что здесь есть лоу-граунд, да, у Атомикла и компании. Откуда они могут вылезать. Плюс еще и Энс. Нормально уже контрят. Ну и неплохая, плохая точнее позиция у ребят. Сложно им будет. Да, все верно. Ну что, мы должны сейчас встречать, по идее, и всех там, кто заходит. Поэтому смотрим, что они будут делать. Хотя бы Трлак... Смоки не вечные. По идее, там какие-то ресурсы. Это плутают Энс, но в целом Батерлак должны здесь забирать просто всех еще. И под адептов совсем скоро откроется Энс. Проблема у Northern Lights. Выходят на них уже Team Red Zone. Пытаются душить. Но вот Энс, кстати, прикрывают. Это неплохо. Аймоми душит. А душат все в эту сторону. Просто работают сюда кучи коллективов. Это и Батерлак. И адепты будут стрелять не Родлайны. Все они находятся... Ну там нет. Мисс Фитс, точнее Батерлак и адепты. Но адептам самим нужно заходить. Вы, конечно, постреляете, какие-то поинты соберете. Вот Айваса находит Ноки. Отлично. В спину работает как раз Айваса. Добрали. Еще и КБЕшка умирает. У нас Батуллин, Спайра падают. Отвечать пытаются там Дип. Ну, Батуллин и Спайра добирают. Родзоу. Ну и в спину стреляют по Дипу. К сожалению, возможности здесь не было. Ну и Энсы. Энсы. Все. Энсы заканчиваются. Засиделись. Вот так вот, дорогие друзья. Топ-5 для них. Ну и Санзи добирает, кстати, с Квики. С Квики достается Санзи. Адепты. Не все хорошо тут у Родзоун. Родзоун будут умирать. Хотя, при том, что они все еще живы, это очень странно. Ну, должны были значительно раньше умереть. Но Эмоми не успел. Топ-4 для Родзоун. Батерлак, Некстайм. Как никогда близки к своему первому топу на турнире. Да, зона на них сходится и сходится. Здесь адепты просто по опенфилду бегут. Есть уже прострел от Батерлак, Некстайм. Тонду в Ноке. Санзи в Ноке. А вот у Ноке остается мало хитпоинтов. И Фейт с кисиком здесь разбирают всю команду адептов. Плюс три поинта для Батерлак. Ну и остались Мисс Фитс против Батерлак. И посмотрим, кому сейчас повезет с зоной. Совсем скоро у нас будет новый прок. И что-то мне подсказывают. Дули, хорошо, не пускают. Отлично контролируют все направления. Есть инфа, потому что понимают, что везде все уже под их контролем. И тимвайп отлично прошел для парней. Готовы они дальше убивать. Нужны поиты под конец. Плюс еще два можно будет собрать на оппонентах. Ноги видит. Видит ноги Фейт. Но пытается на уверенности играть до конца. Можно, конечно, по ногам побить, чтобы отогнать молодого человека. Но лучше, конечно, голова. Нет, все-таки смоки. С СЛР-ка. С СЛР-кой тяжело тягаться. Ты 28, а тебе 70 по голове. Хорошо. Дулика пытается прострелить фотласли. Ну и зона, кстати, у нас на батерлак. Да, там есть отлично. Дулик достается все-таки до фотласли. Данила в зоне. А вот Зэмбери. Зэмбери-то не в зоне. Ему как-то нужно будет пытаться проходить. Хорошую хаешечку разогревает кисик. Там чуть-чуточку не туда. Не довернула. Не довернула, не смогла. Ну ничего страшного. Закрывает этот выход. Ну и вот как раз-таки Данила неплохо голову ставит с СЛР-ке. Больно. Вот то самое. С СЛР-кой пикать очень опасно. Потому что дальше у тебя уже лопнула каска. И ты уже будешь нокаться. Пытается Зэмбери все-таки через смоки проходить уже к своему тиммейту. И там еще и ресурсы есть на добитом братики. Ну и... Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Фейт. Казалось бы, там контрпик был неплохой. Зэмбери взрывается от фолтера, а Данила остается последний. Ну и что? Полетели. Полетели сюрпризы. Полетели парни. Четыре в один. Ситуация четыре в один. Будут душить, ноги простреливать. Тут просто у Данила нет никаких шансов. Да, пытается он застрелить. Есть ног по фейту. Но и уже. Да, победа от Better Luck Next Time. Поздравляем. Надеюсь, что добавят им уверенности в себе. И смогут они набирать поинты в таком же стиле и далее. Зона, конечно, здесь помогла. Но позицию они раньше заняли. Поэтому все отлично. Ну и в целом хорошо разыграли. Поймали момент отличный на адептах. Когда перебегали все три игрока. Причем пробегали они почему-то без смоков. Возможно, кстати, хотели не привлекать к себе внимание этими смоками. Но да. И в то же время получилось, что не очень хорошо это для их ротации. В общем, поздравляем, Better Luck. Хорошее количество килов. Хорошая победа в целом. Но в остальном вы все видели. Как у нас происходило это развитие игры. И как зона вообще себя ввела. Слушай, ну по адептам что еще хочется добавить? А если бы они прошли, у них могло получиться. Потому что зона уходила от большого ангара как раз плюс-минус в те складки. Но, опять же, там не все так прям однозначно было бы. Потому что позиций там было немного бы для адептов. Поэтому как случилось, так случилось. Better Luck Mixed Time. Поздравляем их и их болельщиков. Конечно же, с победой. Парни молодцы. СНГ коллективы. А что нам нужно еще? Чтобы победили Хайку как минимум. Правильно? Нато с Винсером мы уже победу видели. Ну, мы хотим, чтобы они продолжали все побеждать. Но, к сожалению, у нас может быть одна команда победителей. Всегда в любой карте. Поэтому хочется еще от Хайку камбэка, чтобы это придало уверенности в действиям парням. Ну и вот уже с минуты на минуту, секунду на секунду ожидаем, конечно же, интервью с победителями. Пока что хайлайты посмотрим. Вот неплохое начало было от Na'Vi. И вроде бы все очень классно получалось по позициям. Но немного загулял Бестолач. И позиции не лучшие были у него. На тот момент нам покажут чуть позже. И не смог он уйти. Ну, мне кажется, что там относительно самого круга белого у Бестолача позиции были получше, чем у коллектива остального. Потому что если бы уходила зону, то он ближе был бы к центру. И в целом оттуда могли разыгрывать. Мне кажется, что засиделись там слегка Na'Vi на этой стороне. То есть они могли занимать достаточно много. Какие позиции? Они здесь же по фейзам работали. Они пытались им не дать уйти. В итоге как бы уже пересидели. Да, ты прав, что немножко затянули с этим сидением. Я имею в виду до этого еще, когда фейзов еще не было рядом. То есть фейз клан они туда не падали. А вот нато с Винсера они примерно там лутались изначально. То есть у них был, по сути, приоритет в выборе позиции изначально. То есть они могли поехать и туда, где Хайку сидели, и туда, где Бетерлак сидели, то есть Краэль Поза. И горку занять, на которой Энц были. То есть в целом они могли достаточно хорошие позиции занять, которые и через горку видят, что происходит, чтобы, по крайней мере, собирать как-то информацию. Но решили вот остаться и немножко, наверное, не сыграло это им на руку. Ожидали, возможно, каких-то левых шифтов. Ну, в целом, в общем и целом, неплохо. Но, к сожалению, Нюклер Пингинг снова и Хайку у нас во второй половине, да, списка команд. И не могут они нас все еще порадовать никакими результатами. Ну и посмотри, обрати внимание, темпусы. Темпусы ничего не набирают. Вновь практически один поинт. Это ничего для ребят. Хотя, казалось бы, вчера они были в огне. Они два взяли топ-1. Они отлично отыграли, шли уверенно. Ну, было приятно на них смотреть. И сегодня как будто бы ребят немного подменили. Понятно, что другой день, другое настроение, другое самочувствие, другой интернет. Так как мы в онлайне все-таки проводим турнир. Но все же. Натус Винцера 5 поинтов на киллах насобирали. И это очень-очень-очень радует, что при той ситуации, как они достаточно рано покинули. Ну, 11 киллов у Ноган Лайтс. Батерлакт их ставим 17. Наше поздравление. Ну, 17 поинтов суммарно. Таб. 4 килла, кстати, из 5 у Нави. Это таб. Спайра на билд 3. Троечку вдал кисик. Ноки 3. И также сквики 3. Наконец-то мы видим и финских ребят в килл-лидерах. Слушай, ну он много настрелял по демиджу, да? Видимо, то, что на первом месте здесь находится игрок команды ENDS. И немного поменялись здесь. Поменялась здесь история. Там кисик был, а здесь фолтлесси, да? Больше дамага нанес. Ну, там таб, понятно. В целом, твои впечатления вообще. В общем и целом. Не аналитика. Хорошая, на самом деле. Хорошая, хорошая игра. Зона интересная, на самом деле. Ну, понятно, что мы там вот... Я заострял внимание на Nuclear Pingents относительно того, как они в Crutter Field себя вели. И получается то, что они два раза потеряли время. Ну, я не знаю, как это назвать. В общем, как-то ничего не хочу говорить по этому поводу, там, разглагольствовать. Но в целом, если объективно, потеряли время на переезд вот правой части Crutter Field, и потом потеряли время, пока ездили туда-сюда по горкам. Ожидали, видимо, какой-то другой зоны и конкретно в это верили. Говорят нам, да, что интервью не будет, поэтому мы уйдем на небольшую паузу. После паузы продолжим обсуждать игру и, возможно, что-то еще вам расскажем.